и будет поддерживать деятельность фонда. Я директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Сибирское отделение всегда поддерживало, поддерживает и будет поддерживать то, что делает фонд. Но я хочу сказать, что это все представляет интерес не только в историческом контексте. Россия опять двинулась на восток, и поэтому осмысление и применение того колоссального опыта, которое накоплено нашими предшественниками, имеет колоссальное практическое значение. И этому свидетельствует четырехтомник по Северному морскому пути. Поэтому дела фонда, они преумножаются значимостью практической для современной России. Огромное спасибо и многое лето фонду. Спасибо. Я еще хочу вручить близкому другу нашего фонда, Виктору Федоровичу Молчанову, руководителю отдела научных рукописей Российской государственной библиотеки. Это отдел, который хранит 600 или 700 тысяч славянских рукописей. Самое крупное собрание в МИДРе и все рукописи практически наших писателей-классиков, поэтов и литераторов. И мы с Виктором Федоровичем уже не один проект реализовали. Поэтому, Виктор Федорович, вам от нас благодарственное наше послание. Виктор Федорович, уважаемые друзья, сегодня важное событие в МИДРе и в научной и культурной жизни России. Ваши проект фонда, который может быть, если мы стоим с вами 94-й год, это распад нашего отечества, по сути, хаос. То здание, в котором мы сегодня находимся, красивое, оно было практически в руинах. А совъезда в Российскую государственную библиотеку, именно в выражении, штурмовали некие раскольники, я не знаю, как это назвать, но люди, которым был вручен мандат на ликвидацию России. То есть люди, которые приехали, именно фактически запомнены, которые здесь накапливались ставить наше соотечество. И в этой обстановке, в этой обстановке, Кабовский поднимается с данного управления. Это, наверное, первое место, первый фонд, первый общественный организм, который поднял этот фонд. Вот в условиях такой стихии вдруг возникает такое инициативное движение, которое сейчас, в общем-то, общественный благотворительный фонд на рождение Тобольска, по-прежнему, этот герой красотов Влад. Безусловно, Российская государственная библиотека не могла не поддержать эту инициативу. И вот эта вот самая красота, в которой мы сейчас находимся, передо мной выступал Николай Васильевич Федоров. Это и можно сказать, что сюда пришли строители, что сюда пришли люди, которые умеют строить и возрождать. Это точно так, что строительным и человеком, возрождающим нашу культуру и нашу архитектуру является Аркадий Григорьевич. Мы поддержали эту инициативу и практически Аркадий Григорьевич сам выбирал, что будет издавать фонд. А мы в этом случае ему помогали. У него очень хороший интерес к этим проектам. Он привлекал самых талантливых ученых. Здесь присутствуют. И Владимир Николаевич Захаров, я его сегодня видел. Здесь привлечены были самые талантливые художники книги. Василий Евгеньевич и Валерийович я тоже. Самые талантливые издатели. Потому что если вы посмотрите сейчас на эти книги, вы увидите, что каждая из этих книг отличается не похожа друг на друга. Но каждая из них – это красота, это совершенно удивительная, которая в каждой библиотеке, в которой мы собираем с вами, насколько помню, в детстве, с детства библиотеки, каждый мечтает о этой книге. Я бы только остановился еще на одном таком моменте. Аркадий Григорьевич перечислил несколько фоксимильных изданий. И издания Иванга Достоевского. А сейчас уходит в свет. Разрешена работа по острову Сахалин и Чехова. Антон Сталинский Чехова. Мы издали «Атлас землеберегулярных войск» 1858 года. Это казачьи войска. Удивительный документ, уникальный документ по истории казачьи. И ряд других. Так вот, чем отличаются эти издания? Не только красотой, не только как бы новым введением в оборот исторических источников. Но еще это… Здесь были реализованы новые научные направления, в том числе такое направление, как оптико-электронная текстология, которая помогла создать новый вид фоксимильного издания. Фоксимильное издание, в котором восстанавливается, реконструируется текст, текст, классика, отечественная литература. И делает новые, позволяет новые делать открытие нашим ученым. Арканик Борисович, я желаю вас, чтобы у вас не обидел эту линию. У вас талантливые помощники, у вас замечательные подвижники в вашем обеспечительском совете. От нас, вам, от нас, библиотеки, вам поклон. Здорово и крепко, нам нужно. Спасибо. Здорово и друзья, продолжаем. Значит, вот много лет нас связывает дружба и тоже такое сотрудничество, результативное, значит, с клубом, народным клубом «Русские басы». Сидоров Вячеслав Алексеевич, значит, вот мы ему вручим благодарственное наше послание, Валерий Анатольевич вручит, и после этого будет музыкальная пауза. Пожалуйста, Вячеслав Алексеевич. Я. Ну и слово Вячеславу Алексеевичу. А мы немножко отдохнем. Масса. Значит, вдруг нельзя не сказать о таких... Нельзя не сказать о таких темах, в которых Аркадий Григорьевич сыграл сильную роль. Ну, во-первых, организация в Тобольске и в Тюмени в выставке мирового значения художника Сергея Бочарова, который был обладателем, то есть есть обладатель трех гран-при в Испании, во Франции и в Венеции. Является профессором Академии художеств итальянской и австрийской. Надо сказать, в таком качестве он представлял свои труды и был дан импульс беспрецедентный в течение двух лет прохождения этой выставки по девяти городам Сибири. Второе значительное явление это организация первого в истории русской культуры и на сегодня единственного музыкального фестиваля великого табаляка выдающегося композитора участника Отечественной войны 1912 года Александра Алябьева. И Аркадий Григорьевич содействовал выпуску компакт-диска из произведения Алябьев 23 романсы песни в исполнении нашего великого баса и артиста Александра Филипповича Ведерникова. Мы даем тут маленький фрагмент музыкальный учитывая предоставленное время он состоит из переложений с фортепиана и органа на баян который сделал и исполнит Михаил Чернов лауреат всероссийских конкурсов Первый номер учитывая торжественность мероприятия это сокращенный вариант переложения пасакали кедали КОНЕЦ 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 Далее только олег. Ну, учитывая радость момента, веселый час на стихи Майкл исполняет двумя международных конкурсов. Солист, приглашенный в театр имени Станиславского и Неберовича. Дальше это Дмитрий Степанович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ